этот трицератопс хорошо защищается но эти белцерапторы не знают что если разозлить что если они убьют этого трицератопса то это и приглашение для других хищников каждый велцерапторы почувствовали очень сильную угрозу это самец тиранозавра это тиранозавр очень хочет есть и он не прочь полакомиться трицератопсом он пытается прогнать велцерапторов вообще этот тиранозавр пока что слаб так что у велцерапторов есть шанс убить еще самого короля динозавров они перешептываются кажется пытаются построить план так как тиранозавр это не велцераптор он не может нашептать ему пойдем друг мой и прогуляемся так что зеленый велцераптор отходит его и нападать на него тот откидывает велцераптор и тот упадает на землю причем с такой молниеносной силой что даже не может подняться он приходит в себя тиранозавр понимает что велцерапторы настроены на сильную драку так что ему не составит труда их победить пока первый велцераптора уже поедают и убивают второй велцераптор когда очухивается убегает ну как убегает пытается убежать и он падает в ущелье и тут тиранозавр понял что у него есть второй велцераптор которого он не убил но вместо того чтобы пойти как маньяк и искать этого второго велцераптора он спокойно и прилежно идет есть три цератопса но этот тиранозавр этот велцераптор не знает что в этом ущелье живут еще два тиранозавра велцераптор чувствует страх сильный страх он не понимает что делать ведь здесь всего два пути налево или направо он убегает или налево тиранозавр молниеносно бежит за ним и пытается его догнать велцераптор в ту же очередь убегает ведь он очень быстрый он почти убежал и он выйдет видит выход но вдруг здесь появляется второй тиранозавр более крупнее это самка и самец самка зеленого цвета самец коричневого он не одобрил что на его территории появился чужак и и молниеносным ударом тиранозавр наносит хвостом чтобы окончательно оглушить и убить велцераптора он отдает еду самки ведь самка уже давно не ела сам тиранозавр с гордостью уходит в освоясье это самка тиранозавра рекса она знает что у нее есть маленький детеныш так что она не особо торопится она вышла со своим детенышом чтобы показать как охотятся настоящие тиранозавры чтобы научить его охотничеству она слышит какой-то небольшой рык поворачивает голову и видеть небольшого спинозавра маленький тиранозавр тоже оборачивают голову ему становится немножко не по себе ведь он ведь ему кажется что враг намного больше и сильнее но на самом деле это не так мать тиранозавриха не хочет вступать в драку с этим спинозавром но так как спинозавр ее уже заметил ей придется как-нибудь отлавливаться отсюда выходить из этой ситуации она начинает рыть рухлую землю чтобы дать понять что спинозавр находится на чужой территории а также чтобы отпугнуть его и понять тиранозавриха пытаются дать знать что что она готова драться и защитить свое потомство спинозавр отвечает тем же фактически так и спинозавр квадропедальный он особо не использовал задние конечности а в основном использовал передние которые хорошенько помогали ему удержаться еще до шеи хотя он это примерно и вообще не мог сделать спинозавр же в эту очередь пытается обойти мать тиранозавра чтобы самку тиранозавра чтобы напасть в это время на маленького маленький уходит на заднюю часть тиранозавриха то короче сзади тиранозавра стоит детеныш становится позади матери она же не одобряет что хищник пытается своровать и убить ее детеныша она же отвечает ответом и хватает его за шею у тиранозавра самые сильные челюсти это и так понятно во всем мире так что это крокозябра быстренько откидывает ласты ведь тиранозавра по праву самые сильные челюсти в мире спинозавр повержен ведь ему не ему очень не повезло он зря ввязался в эту авантюру мать наглядно показала что жизнь это это такая штука где можно переродиться что где нужно прожить эту жизнь нормально ну вы поняли а самка тиранозавра показала своему лушу наглядно то что жизнь может быть суровой